Доброго времени суток! Рады вас всех приветствовать на моем канале. Если меня кто-то еще не знает, меня зовут Елена. Давайте посмотрим часов яр. Настало, наверное, время посмотреть на этот город. Решение принято и начинаются серьезные события. То есть начинается серьезное движение в районе часов яра. Что сейчас в городе происходит? Ну, пока относительно стабильная обстановка. Жители города и ВСУ какие-то свои промахи и ошибки взяли на вооружение. Понимают, очень жесткий идет контроль руководства военного и в городе, и в подразделениях. Ну, чувствуют они там себя победителями. И рассчитывают на то, что в Ахмуте и в Часах Яре победа будет за ними. Ну, пожигомолить им. Что ждет в Часах Яр? Ну, где-то приблизительно ориентировочно до 15 января. До 20 января, да? До 20 января. Будет задействовано много сил в районе города, и будет жарко. Много будет открываться новых возможностей для города, для военных. Но очень будет серьезная зависимость от дорог. Движение будет, скорее всего, по дорогам автомобильным и железнодорожным. И для города начнется, приближается начало нового этапа в жизни города. Где будет достигнута определенная цель. Ну, пропаганда будет работать, это понятное дело. И какие-то подразделения будут объединяться. Но вот так вот, чтобы именно серьезных каких-то боевых действий я не вижу. Но возможен договор. И, в общем-то, будет складываться все относительно благоприятно для жителей города. Но это время будет очень и очень важным. Потому что, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Из девяти карт шесть вышли старшие арканы. То есть, на это нужно очень обратить внимание. Но мечевых карт я не вижу. В основном это вот старшие арканы или жезлы. То есть, серьезные намерения. Но, как таковых боевых действий я не вижу. Но этот период закончится. И вполне возможно, что здесь тоже будет договор. То есть, вот карта договора и тут вышла. Будет заключаться договор между кем-то и кем-то. Как будут складываться дела для ВСУ в это время в районе Часов-Яры. Когда там начнутся боевые действия. Потери, много потерь. Страшно будет. Граничное снабжение. И будут пытаться какие-то предпринимать действия новые. Но они будут безуспешны. Потому что недостаточно будет ресурсов. Событие будет развиваться очень быстро. И будет уничтожен очередной командный пункт в районе Часов-Яра. Командование будет за этим за всем наблюдать. Пытаясь помочь. Но помощь не подойдет. Самим придется над этим вопросом работать. И будет предложено сложить оружие. Чтобы сохранить их жизни. Но для ВСУ это будет такая очень серьезная, тяжелая ситуация. Придется постоянно что-то новое придумывать. В конечном итоге это надоест. Захочется тишины и покоя. Будут какие-то пытаться разработать новые планы, идеи. При этом будут понимать, что их просто слили. Принесли в жертву. И скорее всего из города они будут в основном уходить. Кто-то суда, а кто-то будет уходить. А как будут складываться дела для российской армии в это время? Именно когда начнутся боевые действия. Наши ребята будут работать как уже по такой, скажем, наторенной дорожке. Максимально сохраняя жителей. С помощью высших сил. Терпеливо. Меняя состав. То есть обновляя состав. И в общем-то будет ситуация для наших ребят. Тоже жаркая. Но можно сказать, что благоприятная. Много будет моментов, когда приниматься будут неожиданные решения. И город уйдет под контроль России. Так. Какие могут быть опасные ситуации в это время для жителей города, самого города. Заканчивается один этап жизни города. Новый наступает. Будет поддержка. Основные все боевые действия будут происходить за городом. А на улицах может быть опасно то, когда военные не понимают, куда они стреляют. Вот эта беспорядочная стрельба. Ну и в общем-то будет тяжело. Ну и сами боевые действия, конечно, опасно. Есть опасность пожаров. Поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Ну а так ситуация будет такая 50 на 50. Что-то вроде как и неплохо, но и не как лучший вариант. Вот такой расклад получился на часов яр. Желаю нам всем мирного неба над головой, чтобы наконец наступила тишина и покой, все это закончилось. Берегите себя и берегите своих близких. До новых встреч!